всем привет всем здравствуйте с вами снова ярослава геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео я только что закончила свои частные сеансы и вы знаете многие люди которые приходят жалуются на жизни или не рассказывает их истории жизненные в общем то я поняла что как-то жизненный путь у многих людей он похож может быть не совсем в деталях а вот база то одна и та же что нас интересует больше всего жизни любовь деньги работа семья дети карьера для кого-то духовный путь в общем не так уж и много этих областей в жизни по которым людям люди ко мне приходят вот и сегодня тоже пришла женщина рассказывала о своих проблемах я думаю так у меня же вчера была точно такая же история эти два человека даже не знают друг другом и вот мне пришла в голову сегодня мысль сделать видео по поводу фланкеров в общем то то же самое фланкер одного аромата это что такое это та же самая база но там еще помимо этого еще что-то намешано иногда эти фланкеры даже очень похожи между собой я делала видео про аромат который я недавно приобрела и это от бренда x nihilo называется my sweetest морфин у меня уже есть морфин а это еще какой-то с его фланкер у меня есть этот аромат и другой потом я покопалась у себя в моей волшебной коробочке от бренда x nihilo это то что меня не присылали высылали мне все время разные ароматы и вот посылочки такие и у меня накопилось очень много аромат из этого бренда но так чтобы на попробовать здесь у меня только одна часть пробников но я не офлаконивала все потому что я думаю рассматриваю в общем по моде тоже смотрю что сейчас модно что не модный в общем-то для меня должно быть что-то экстрасенсорная так как у меня накопилось достаточно много всего я все равно себе еще заказала а заказала я себе фланкеры фланкеры вот это может быть так будет видно mask коллекция mask то есть это фланкеры в трех ароматов которые вышли вот только вот вот но у меня есть еще ароматы оригинальные так я что-то не могу никак открыть вот они три аромата сейчас мы о них поговорим 1 вы извините я тут у меня тут все лежит кстати видите какая такая радуга на мне это просто у меня здесь такой витраж сейчас на меня встретит солнышко вся комната в такой радуги ну и я тоже такая немножко радужная сегодня так это мои блаттеры давайте начнем сразу с аромата fleur наркотик у меня нет полноценного флакона у меня вот столько здесь по моему 7 миллилитров или даже больше с половиной миллилитров это их travel форматы что во флор наркотики но мы его знаем вы здесь увидите ноты но мы так с этим знакомы уже такой немножко металлические личи и пиона и роза все вместе но вот как мы знаем как он звучит вот на него я вам прям вот так вот отставлю на него сделали первый фланкер первый фланкер по моему это был fleur наркотик блоссом у меня вот в таком отливается по моему он у меня уже закончился сейчас я попробую но мне кажется что я его уже так не не получится я его не приобрела это все лимитированная коллекция они делают вот эти вот лимитки я его не взяла потому что он все-таки для меня один в один как и простой fleur наркотик такое ощущение что туда ничего нового не добавили я смотрела пирамиду и в общем то все то же самое я так поняла что когда делают эти фланкеры они просто немножко добавляют громкости одной из нот который там присутствует и здесь наверное удар был больше всего на какой-то цветочный аккорд но он для меня звучит вообще одно и то же так что немножко странные вот этот флангер следующий фланкер который у них вышел это fleur наркотик росты май я в одном магазине в парфюмерном компомат марцию 70 время я сказал чтобы мне сделали отливание потому что я не знала буду я брать не буду я покупать вот он мне понравился но я очень долго о нем думала и додумала так на такой степени что его сняли с производства и все и теперь вот этот майскую розу во fleur наркотики уже нигде не найти вот это мне нравится потому что здесь действительно добавили майскую розу и включили ей громкость он на мне долго сидит он шлифит хотя я наношу намазом потому что меня только вот такая вот пробирочка но могу сказать что я жалею жалею что не взяла полноценный флакон вот из fleur наркотиков я бы вот майскую розу бы взяла хотя я тоже не так уж прям по розам но вот жалею а сейчас уже нигде к сожалению не достать и вот последний сделали это fleur наркотик mask вот только что пришел вот этот вот ко мне коробушечка вот это в виде еще совсем новенькая даже я еще и не пробовала и вру я все-таки его попробовал один раз в магазине и у меня показался жутко нестойкий да здесь добавили мускус здесь выкрутили его и дали ему чуть большую громкость я помню что он недолго сидел на моей коже и мне жалко но все-таки очень узнаваемая база все-таки это fleur наркотик я знаю что делают многие фланкеры и я их и нюхала и в люксе в основном в фланкеры делают не так уж и много фланкеров мы можем найти в в нишевой парфюмерии а здесь да все таки сделали но этот мускус почему-то он убавил стойкость и шлейфовость аромату я его не приобрету он мне не нравится хотя я люблю мускусовые ароматы у меня много мускусов но вот этот вафлер наркотики мне не нравится персонально не нравится далее следующий парфюм на которой тоже было сделано кстати вот я даже себе выписала вот в этой коллекции розы май бы выпустили также амбер sky розы май и венус кис розы май как-то вот они идут вот по три штучки вот так все время делают как-то вот по 3 те я не пробовала ну и уже к сожалению не попробовать ну лимитка на есть лимитка ладно давайте дальше перейдем gold immortal сейчас у меня вот в этом вот 7 7 миллилитровом travel формате у меня был флакон у меня его слезно просила одна моя знакомая и я его продала ну я в общем-то не так уж часто им пользовалась поэтому ну не жалею вот ко мне приехал вот такой вот такой вот travel я думаю что мне его и хватит сейчас я его напомню себе поначалу еще почему эту флакон продала он мне почему-то очень шелка с базой бакары я сказал что мне еще одна бакара нужно что ли и вот как-то так он раскрывался и тоже долго не сидел у меня холодная кожа я не знаю в чем дело обычно на холодной коже парфюмы сидят гораздо дольше очень красивый парфюм вот когда база бакарина вот так вот уходит остается очень цветочный красивый аромат но я сейчас не не для того чтобы рассказывать но то потому что вы их все-таки видите а для того чтобы сравнить вот у меня обычный gold immortal возьму gold immortal mask и попробую сейчас узнаем насколько все-таки они похожи вот здесь бакаринова нет такого бакаринова как вот в самом начале не мускус на вам вы знаете это тоже звучит тише почему-то добавляют мускуса а громкость убавляется какой-то феномен надо будет попробовать его на коже как дольше он будет звучать могу сказать что если вы хотите что-то посильнее вот так прямо чтобы заявлял парфюм о себе это вот gold immortal первый вариант классический а вот этот вот маск он более нежный вот прям вот нежнятинка и убрали бакариные аккорды интересно интересно буду носить буду еще пробовать и посмотрим посмотрим что получится из этого может быть что-нибудь мне понравится пока не знаю следующий в этом в этом трио это геодонист у меня геодонист тоже вот в таком формате travel я его не очень хорошо знаю он пришел ко мне да ну я как-то не знаю не знаком особо ну вот он да о чем то таком прям мне не говорит здесь немножко больше деревяшек он немножко больше в сторону не цветочная а дерево немножко зелени во всяком случае это то что я слышу вот и сейчас возьму с мускусом может быть мне и понравится если мускус убирает какие-то ноты если он не уберет зеленцу может бы даже очень хорошо зайдет так правильно взяла геодонист маска он тихий что ж такое вот наверное все таки экс неило пошел по пути вот и спрашивают у людей может быть кто-то сказал один раз тут как-то громко они взяли везде звук вырубили нет мускус который добавили он очень смягчает все не значит что он убирает что-то но до такой степени вот какой-то постельный вариант вот для пижамы вот это деловой так да он даже так по деловому звучит он дневной я его не слышу вечерний а вот этот уже более идет к вечеру ну даже в пижаме можем в таком ходить первые все первые варианты орут ну раз это случай они громкие остальное друзья нет мне очень жаль но как-то нет теперь сравним май свитнес морфин и просто свет морфин это как ты более сладкий посмотрим на первый свет морфин насколько у меня осталось мне он очень нравится я так люблю эту сервей не тот гелиотроп эти цветы он очень весенний он потрясающий я его очень люблю и именно поэтому наверное я взяла тот флакон потому что думал ему что-то должно быть совершенно но не совершенно что-то другое база мне нравится такой цвет насыщенный яркий по моему он у меня со временем еще больше потемнел боже мой какая красота я его просто обожаю откладываю в сторону и достаю и 100 миллилитров они фланкеры не делают в 50 или миллилитров их флаконах и мне пришлось взять бадью она мне не нужна я буду отливать вот так утяжеленный огромный и как видите поменялся цвет если здесь вот такой насыщенный марганцовочный тут тут он совсем светлый сейчас посмотрим хочу вот прям сравнить посмотрим что получится так не там это свет морфин который марганцовочный а это новый все поняла я в чем суть поняла я их пока не сравнивал я с вами сейчас сравниваем 1 очень сладко пудровый звенящий а вот в этот добавили чуть зелени убрали сладости и добавили чуть зелени вы знаете мне нравится насколько я не люблю зелень но его сделали если этот такой громкий напористый вечерний то это скорее всего дневной но сколько он сидит на коже ребята вы себе просто не представляете на волосах дом помывки ужас иногда прям даже хочется от него отмыться он действительно очень-очень шлейфовый и очень-очень стойки что один что второй вот все разница есть первый более тяжелый второй более легкий но и второй вариант тоже боже мой какая красота я очень рада что с вами все это дело понюхала первый морфин был выпущен 2015 году а второй в двадцать третьем то есть это они думали вот столько лет восемь лет они думали и раз и опять сделали x нехило со своими флер наркотиками выходил первый по мой 2004 год потом сделали 2020 21 22 но вот жалко вот этот фланкер с розой но все равно они тоже друг на друга похожи как и многие истории нашей жизни расскажите мне про ваши фланкеры я просто не знаю делают ли часто фланкеры в нише если у вас есть такие примеры пожалуйста напишите мне внизу не будет очень интересно узнать подписывайтесь ставьте лайк мне будет приятно ваше внимание и буду еще делать разные такие видео каждая жизнь должна быть оригинальной и каждая история должна быть не похожа на другие желаю вам счастья удачи и новых парфюмерных и экстрасенсорных открытий